Здравствуйте! Приветствую вас на своем видео канале! Сегодня я решил написать видео на важную для абсолютного большинства людей тему! Как избавиться от вздутия живота и не умереть молодым от еды! Или иными словами, я бы сказал, как успеть избавиться от вздутия живота! Чтобы не участвовать в этом не самом веселом процессе! Вздутие живота так или иначе знакомо всем! И появиться может в любое время! И вздутие живота показывает, что употребляемая вами пища либо напитки не смогли полноценно перевариться в вашей пищеварительной системе! А соответственно усвоиться в вашем организме! Иными словами, вложенные вами деньги в продукты питания либо напитки пошли не на сохранение вашего здоровья с претензией на активное долголетие, а на обратный процесс на ухудшение вашего здоровья и сокращение продолжительности вашей жизни! И ваша пища стала добычей микрофлоры кишечника практически несущественно патогенной либо условно патогенной вы эту пищу уже не получаете! Но! Появляется угроза для вашего здоровья в перспективе! И угроза для вашей жизни реальная угроза! Здесь и сейчас! Поэтому если вы просмотрите это видео до конца! В нем я! Врач! Фитотерапевт! Диетолог! Борис Качков! Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах! Часть из которых вы можете легко приобрести через интернет! Узнаете! Чем опасно вздутие живота? И как определить есть у вас вздутие живота? Либо нет! Я вам дам очень простой тест! Он буквально как щелчок пальцами покажет вам! Есть вздутие живота у вас или нет! Чтобы вы понимали насколько ваш уровень здоровья на сегодня! И ваша жизнь под угрозой! Либо вне опасности! Если вздутие живота у вас отсутствует! Также вы узнаете что и кому опаснее! Брожение углеводов либо гниение белков! В зависимости от вашего уровня здоровья! По-разному вам составляет опасность! Либо гниение белков либо брожение углеводов! Это два основных компонента! Которые в пище могут использоваться не только вами! Но и различные микрофлоры кишечника! И от активности которой зависит! Опять-таки повторюсь! И ваше здоровье и ваша жизнь! И узнаете что делать! Если у вас есть вздутие живота по той или иной причине! Как в этой ситуации вам поступать правильно! Поэтому смотрите это видео дальше! Я думаю что какую-то новую для вас информацию вы из него получите! Итак! Что же такое вздутие живота или метеоризм? И чем они опасны для вашего здоровья и вашей жизни? Вздутие живота происходит всякий раз! Когда по каким-либо причинам в вашей пищеварительной системе не смогли полноценно перевариться какие-то продукты питания либо напитки употребляемые вами! Иными словами! Как только вы не смогли полноценно и активно быстро переварить принимаемую вами пищу она оказавшись в кишечнике подвергается либо брожению либо гниению! В кишечнике могут подвергаться брожению углеводы как растительного, так и животного происхождения! Также могут подвергаться гниению белки как животного, так и растительного происхождения! И понятно что по этим компонентам как минимум по ним ваш рацион становится явно недостаточным! Правда одновременно могут плохо перевариваться и жиры! К счастью, патогенная и условно-патогенная микрофлора не способна переваривать активно жиры и размножаться на этой пище также! Но! Если у вас параллельно не перевариваются и жиры в этом случае вы не просто снижаете калорийность своего рациона хотя для некоторых это было бы благо! Вы теряете жирорастворимые витамины! А, Е, Д, К, П, Ф! Это также минус для вашего здоровья! Но! Метеоризм либо вздутие живота этот минус вам не покажут! Ваш уровень здоровья это покажет! Ваша иммунная система это покажет! Омоложение некоторых заболеваний вам покажет! Иными словами они будут появляться в более молодом возрасте у вас! Хотя должны были бы появиться несколько позже! Ну как по статистике! Поэтому вздутие живота очень интересный процесс! И если бы он ограничивался только потерей части питательных веществ! Вы могли бы компенсировать увеличением расходов на питание! Но! Патогенная микрофлора кроме того что объедает вас она обычно еще и выделяет продукты своей жизнедеятельности! И так как она находится правда кишечник не относится к внутренней среде организма! Это как кожа только свернутая внутри! Это все еще наружная среда вашего организма! Где патогенная микрофлора оставляет свои токсины! Которые могут прекрасно всасываться с кровью опадать в ваш организм! И если ваша печень не способна их отсекать и не пропускать дальше! А в составе желчи сбрасывать обратно в кишечник! В данном случае интоксикация угрожает всему организму! В первую очередь состоянию крови! При дисбактериозе кто-то считает этот диагноз существующим! Легитимным! Кто-то считает нелегитимным! Некоторые садятся между двух стульев сразу! Говорят есть дисбиоз кишечника! Но! В любом случае микрофлора в кишечнике есть! Если вы пищу полноценно не перевариваете в кишечнике Если печень оказалась слабенькой увеличивается вязкость крови! Любая интоксикация любого происхождения влияет на вязкость крови! Неважно у вас бродит либо гниет пища в кишечнике вы подышали выхлопными газами выкурили сигарету вы приняли какие-то химические вещества а попадание их в кровь увеличивает вязкость крови! Просто в автоматическом режиме! Кровь реагирует на любые токсины стандартно! И если взять статистику то интоксикации разного происхождения одно из осложнений это тромбозы, эмболии! то есть, иными словами белки свертывающие системы крови как участники или соучастники этого процесса также имеют право реагировать не самым лучшим для вас образом! Но! Это только второй шаг токсинов по вашему организму! Следующий шаг! Они разносятся кровью ко всем работающим органам и системам! только 10% токсинов в этом случае уже с этого уровня когда они проскочили мимо печени могут удаляться почками примерно столько же может удалять из циркулирующей крови печень если она пропустила 100% токсинов из кишечника она ни один токсин не должна пропустить дальше ну и получают токсическую нагрузку любые органы и системы кто активнее работает тот больше негативных проявлений не получает но и это не самая большая проблема сама по себе интоксикация она постепенно ежедневно ежегодно снижает уровень вашего здоровья самый опасный процесс находится в кишечнике потому как кроме различных токсинов патогенные и условно-патогенные микрофлоры выделяет еще и некоторое количество газообразных веществ которые растягивая стенку кишечника у некоторых вызывают болевые ощущения у некоторых небольшое растяжение стенки кишечника не приводит к появлению болевых ощущений но увеличивается объем в брюшной полости увеличивается внутрибрюшное давление с которым должна справляться ваша диафрагма во время вдоха купол диафрагмы диафрагма напрягается купол ее уплощается уменьшается объем брюшной полости и должен отрицательное давление в грудной дать вам возможность сделать вдох воздухом и вдох кровью которая должна попасть из брюшной полости теперь в грудную тут давление поднялось тут снизилось понятно в сторону более низкого давления будет идти движение крови иными словами диафрагма как венозное сердце помогает сердцу реальному работать если же у вас есть вздутие живота диафрагма с повышенным внутрибрюшным давлением справиться активно не может под артериальным давлением кровь в нижнюю часть тела идет а диафрагма вернуть ее в грудную полость не в состоянии иными словами идет застой крови под диафрагмой и недостаток крови выше диафрагмы страдает мозг страдает сердце страдает щитовидка страдает система регуляции вегетативная нервная система и множество сопутствующих заболеваний могут легко и просто обостряться но об этом я расскажу дальше а сейчас я расскажу вам как правильно определить и буквально почти вот так одним щелчком вернее двумя щелчками вы можете определить есть у вас вздутие живота и нужно вам от него избавляться либо у вас эта тема сегодня не интересует но вы можете в любой момент времени проверять свой организм и проверять есть у вас вздутие живота появляется после еды либо нет опасна для вас эта еда либо нет это сделать очень просто только немножечко не вот так вам нужно сложить два пальчика и сделать такое движение глухой звук тупой я бы сказал звук он показывает что воздуха в ладошке нет можете то есть такое же движение сделать ударив по колену слегка вы понимаете какой звук дальше то же самое вы делаете простукивая брюшную полость если вздутие живота отсутствует звук будет идентичен если вздутие живота присутствует возьмите надутый шарик сделайте несколько ударов и вы поймете в чем сходство надутого шарика и вздутие живота который у вас присутствует либо метеоризма и избавляться нужно в зависимости от того какой уровень здоровья у вас есть какие болезни у вас есть разные виды вздутия живота угрожают вашему и здоровью и жизни и об этом вы узнаете в следующей части этого видео поэтому есть у вас вздутие живота в данный момент либо нет большого значения не имеет потому что есть разный уровень здоровья который у вас присутствует а вздутие живота может возникнуть в любой момент от любой пищи которую вы употребляете на разную пищу в разные периоды дня года и периоды жизни человек может реагировать по-разному и как правило по жизни мощность пищеварительной системы все-таки постепенно снижается если у вас не было вздутие живота в молодости оно может появиться в более зрелом возрасте поэтому знать какие особенности вашего уровня здоровья могут не самым лучшим образом отреагировать на появившееся вздутие живота важно и об этом вы узнаете прямо сейчас что же опаснее брожение либо гниение некоторые утверждают что гниение и по этой причине исключают из рациона или советуют исключать из рациона пищу белковую животного происхождения но белковая пища растительного происхождения подвергается точно так же гниению как и животного происхождения и важно не играться рационом на мой взгляд а обеспечить правильное усвоение переваривания и той и другой потому как КПД усвоение белков из пищи растительного происхождения часто значительно ниже бобы горох фасоль у большинства многих усваиваются достаточно плохо и продукты гниения так или иначе нарушают уровень здоровья некоторые советуют исключать углеводистую пищу чтобы уменьшить брожение но у больного с сахарным диабетом при определенных условиях брожение это благо он мог съесть чуть больше углеводов которые подверглись брожению в кишечнике и таким образом он контролирует уровень сахара в кровеносной системе на более низких цифрах и предупреждает осложнение сахарного диабета но только при определенных условиях о которых я расскажу далее в этом видео и на мой взгляд вопрос не в том что хуже априори для большинства статистически брожение либо гниение на мой взгляд оба процесса так или иначе нарушают уровень здоровья и лучше бы правильным питанием скомпенсировать и тот и другой процесс уменьшить максимально об этом я расскажу чуть дальше в этом видео а сейчас расскажу кому же все-таки опаснее есть четкие конкретные состояния здоровья конкретные заболевания при которых значительно опаснее гниение а при некоторых значительно опаснее брожение и об этом вы узнаете прямо сейчас в каких же случаях более опасно гниение конечные продукты обмена белков удаляются из организма в основном с мочой если у вас либо у кровных родственников присутствуют такие диагнозы как солевой диатез пилонефрит цистопиелит часто обостряется цистит у ретрит у мужчин простатит может быть аденомопростаты то это показывает что не самым лучшим образом удаляются белковые токсины основной системой есть система дублирующая часть белковых токсинов удаляется через кожу часть через органы дыхания если они идут через органы дыхания то у вас идеальное состояние в полости рта а неприятный запах изо рта присутствует если выделяются через кожу у вас изменяется запах тела у мужчин начинают выпадать активнее волосы если же ваш организм не справляется с удалением белковых токсинов они будут накапливаться и основная система накопления это опорно-двигательный аппарат это не только подагра если в организме повышается уровень кровеносной системы повышается уровень мочевой кислоты которую не успевают выводить ваши почки мочевая киста откладывается не только в области больших суставов больших пальцев на ногах она откладывается в тех же почках в мышце сердца и в других внутренних органах нарушая их работоспособность в этом случае неправильное употребление белков и гниение белков иным способом нарушает качество вашей жизни и сокращает ее продолжительность самый такой экстремальный вариант с одним из декабристов предложили исключительно мясную диету и в течение месяца умер от почтной недостаточности если в вашем рационе не только животная пища то есть белковая пища но есть и растительная пища понятно нагрузка на почки будет меньше и ваши почки проработают дольше но в случае если гниение белков присутствует конечно же нагрузка на ваш организм также будет и ваш организм может показывать и другими болезнями накопление белковых токсинов у женщин часто развивается феврониома мастопатия это также системы матка накопитель молочная железа это дублер почки менее мощный и работающий только в период кормления грудью все остальное время молочная железа может накапливать белковые токсины и своим состоянием показывать что не самым лучшим образом перевариваются белки в вашем организме конечно же гниение дает и увеличение газообразования и напрягает работу сердечно-сосудистой системы как минимум но в значительно меньшей степени чем брожение для того чтобы белки могли быть полностью использованы микроорганизмом в кишечнике им тоже нужно пройти 4 стадии переваривания белка это достаточно продолжительный процесс первую стадию вы несколько облегчили если обрабатывали пищу термически а дальше пепсины желудочного сока трепсины поджелудочной и химотрепсины тонкого кишечника должны разобрать белок до аминокислот только с этого уровня белки могут использоваться как вами таки патогенной микрофлоры они используют их точно так же для своей жизнедеятельности как и человек кто первый успел того и тапки поэтому этот процесс достаточно трудоемкий как для человека есть много вариантов его нарушения которые я скажу чуть позже так и для микроорганизмов брожение происходит значительно быстрее не совсем вот так несколько дольше но если вы готовили когда-то дрожжевое тесто в тепле и спокойном состоянии буквально несколько часов и тесто поднялось в тонком кишечнике тепло всегда и как только в нем оказывается растительная пища с углеводами неважно это простые углеводы при определенных условиях они тоже могут подвергаться брожению либо сложные углеводы такие как крахмал такие как инулин либо структурные углеводы такие как пектины клетчатка обычно с растительными продуктами попадает и нужная для брожения вода и процесс запускается количество образующихся при этом токсических веществ оно ничтожно не способно в серьезном в серьезной мере нарушить ваш уровень здоровья как сегодня так и в отдаленной перспективе но обилие газов скорость образования газов в кишечнике при брожении вот это вот серьезная опасность она более значительно чем при гниении газообразование при брожении идет более интенсивно и под угрозу попадают практически все особенно те у кого присутствует век до суистой дистонии иными словами есть темные круги под глазами бывает утренняя печеночная лень либо синдром хронической усталости периодически холодные кисти либо стопы иными словами идет централизация кровообращения показывающие что мощности вашей сердечно-сосудистой системы не хватает для обеспечения кровообращения также опасность создается для тех у кого есть атеросклероз сосудов неважно это аорта атеросклероз коронарных сосудов мозга почек приобретенные либо врожденные пороки сердца либо сосудов в каждом случае серьезная опасность для жизни создается и помогать нужно здесь и сейчас самая главная помощь когда идет вздутие живота вы должны убрать как эмоциональную активность до минимума то есть успокоиться так и физическую все физические нагрузки в данном случае запрещены в этом случае меньше угроза для вашей жизни и больше более комфортных условиях будет работать сердечно-сосудистая система принимать или не принимать препараты конечно же нужно но препараты которые уменьшают газообразование обычно попадают в желудок а газообразование идет в тонком кишечнике на расстоянии по максимуму 8 метров а может быть несколько меньше но это не имеет принципиального значения перемещение содержимого кишечника идет последовательно и препарат попал на каком-то расстоянии от источника образования газа и будет находиться на нем да уменьшится образование дальше газа но не изменится газообразование в основном очаге и очень хорошо если вы правильно относясь к своему здоровью дождались когда вздутие перешло из тонкого кишечника в толстый детям раньше ставили газоотводную трубку взрослые также могут легко удалить обильное образование газов снизить опасность для своей жизни а дальше применить правильное питание чтобы не повторять эту ошибку в дальнейшем и как правильно питаться в этих случаях вы узнаете прямо сейчас как избавиться от вздутия живота или метеоризма есть несколько простых способов как уменьшить вздутие живота каждый из них имеет свои положительные конечно же отрицательные стороны и только ваш выбор определяет что вы будете использовать для того чтобы не только качество вашей жизни не нарушалось но и не было угрозы собственно жизни самый простой способ избавиться от вздутия живота вы ничего не меняете в своем образе жизни в своей системе питания рацион режим питания все остается как прежде но вы используете средства которые подавляют газообразование чаще всего это сорбенты но нужно принимать регулярно в случае если вы запоздали с таким лечением создается угроза для вашей жизни и это серьезная проблема поэтому этот способ не самый лучший есть второй способ как избавиться от метеоризма нужно выявить каких ферментов не хватает вам для переваривания пищи либо каких условий не хватает вам для полноценного переваривания пищи и такая заместительная компенсаторная терапия позволит вам лучше переваривать любую пищу соответственно избавиться от метеоризма у вас также получится но вы заложник системы вы должны это делать и будете постоянно ваша пищеварительная система получив такую поддержку будет работать все более и более слабо иными словами переваривать пищу ваш организм самостоятельно будет все хуже и хуже и вы вынуждены будете постоянно использовать этот способ есть еще один способ быстро избавиться от метеоризма вы просто исключаете те продукты питания либо напитки которые вызывают у вас метеоризм этот способ пожалуй самый простой незатратный да у вас немножко меняется рацион питания за счет того что блюда вызывающие вздутие живота у вас исчезли из питания это не самый простой путь в отдаленной перспективе чем большее разнообразие продуктов питания и блюд способно перевариться в вашей пищеварительной системе тем лучше для вашего здоровья не только здесь и сейчас но и в отдаленной перспективе вашим клеткам проще получить в этих условиях шведский стол иными словами примерно 500 разных компонентов необходимых разным клеткам вашего организма для активной работы а также водичку и кислород в этом случае клетки работают не только сегодня лучше и дольше но и в перспективе также поэтому есть еще один способ как избавиться от вздутия живота или как уменьшить метеоризм нужно понимать особенности работы как минимум вашей пищеварительной системы в соответствии с которыми вносить определенные коррективы ваш режим питания ваш рацион питания используя особенности работы пищеварительной системы помочь вам полноценно переваривать максимальное количество напитков продуктов питания и блюд чтобы пойти по этому пути вам нужна консультация врача-диетолога и вы можете в поисковике набрать такое видео есть на моем канале консультация врача-диетолога онлайн и просмотреть основные особенности которые вам нужно поддерживать для своего организма чтобы ваша пищеварительная система работала лучше работала дольше а вздутие живота либо метеоризм если появлялись то в небольшом количестве и как можно реже вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчикам моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете стоит поставить на это видео которое может сохранить вам не только здоровье но и жизнь лайк или отправить это видео своим друзьям знакомым возможно вам стоило бы подписаться на мой канал потому как в следующем видео я расскажу еще одну очень интересную особенность работы вашего организма люди очень часто попадают в ситуацию выход из которой зависит от правильной подготовки а часть людей может из ситуации не выйти и погибают ситуация возникает регулярно у каждого человека и чтобы знать как правильно подготовиться и выживать не самых простых условиях вы об этом узнаете в следующем видео до новых встреч на моих каналах в следующем видео